наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям давайте-ка мы вернемся к дебатам к заключительным дебатам между кандидатом в президенты джо байденом и президентом сша дональдом трампа наконец-то да они состоялись помните вторые у нас были отменены запланировано было три серии и в этот раз я наверное на них чуть подробнее остановлюсь чем на первых дебатах или вице-президентских потому что и времени еще прошло не так много и они все-таки действительно уже последние финальные поэтому тут и есть на что обратить внимание что обсудить благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и прежде я правда не скромно начну с себя уж простите так получилось что в тот же самый четверг мне тоже пришлось участвовать в дебатах оппозиционный отечественный канал на ютюбе предложил мне это сделать я в общем согласился потому что считаю что надо и на территории но не сказал бы чтобы совсем враждебные там есть люди достойные но в целом имеющий такой либеральный крен надо иногда обозначать и консервативные позиции и в общем и целом у меня осталось такое очень странное впечатление что когда ну я и раньше это знал но столкнулся когда с этим лично то убедился что конечно же с человеком лево-либеральных взглядов дебатировать принципе невозможно но я отказался сразу от идеи чем-то переубеждать поэтому что смысла нет но даже не в этом дело потому что если пытаешься что-то приводить какие-то идеи ссылаться на кого-то апеллировать с каким-то фактом историческим и так далее а твой оппонент просто повторяет передавиться нью-йорк-таймс и левых каналов ну тут я развожу руками и общем-то сочувствую всем вам потому что вам с такими людьми все-таки приходится общаться наверно чаще чем мне и самый на я не буду сейчас говорить кто выиграл кто проиграл это не мне судить но самый грустный момент это то что мой оппонент он гражданин соединенных штатов и человек уже в такого возраста преклонного и уверенно жизни вполне достойные во всех отношениях но знать что он будет голосовать за байдена и за демократов и просто торгать абсолютно все что не входит в его удобную систему но вот мою позицию значит и легко можно истолковать как попытку опять же вмешательство выборы чего я повторяю конечно же я ни в коей мере не хотела пытался просто объяснить почему людям консервативным и у нас в стране у вас трамп все-таки ближе а вот ну и теперь непосредственно к дебатам уже трампа и байдена я вы помните прибываю в общем-то в уверенности что и первый дебат трамп на самом деле выиграл просто их лучше читать и не смотреть и здесь конечно же преимущество было на его стороне потому что я ни в коей мере себя не сравниваю ни с кем но как ни странно когда смотрел я и читал потом дебаты но ловил себя на том что во многом повторялась моя ситуация на самом деле а именно трамп приводил что-то осмысленное реальные события то что происходило в прошлом во время администрации обамы и раньше то что делал он и какие-то аналогии с прошлым а байдена какими-то опять соприкрывался в основном абстракциями уходил от ответов и так далее и тому подобное но ничего не могу сказать группа врачей демократов они все-таки постарались байден по крайней мере опять не развалился и хотя уже после дебатов он выдал несколько очередных замечательных реплик которые гуляют по интернету уже где-то он сказал что они создали замечательную систему по мошенничеству голосованием на этот подсознание потом какую-то он выдал туманную реплику что кажется он думает что его противник на выборах это джордж буш по крайней мере он не вспомнил кто будет противник но кто-то джордж но не важно но может и вашингтон кто знает байдена так что да здесь он уже вернулся в свое нормальное если вы можете назвать нормальным состоянием на дебатах по крайней мере такого общем-то не было да да и видно что основным конечно же там так как у демократов главные упор на эмоции то основной конечно же надежда их остается искусственное растягивание эпидемии и продолжение превращения ее в катастрофы вселенского масштаба хотя да это проблема но проблема все-таки для медиков и атаковать президента тем что он не лечит и ничего не делает это я считаю в принципе уловка довольно таки низкая и не работающий тем более что трамп вполне отчетливо объяснила как и что медицина работает уже знают как и что делать что нельзя закрывать страну потому что рост алкоголизма наркомании депрессии и всего что с этим связано но байден нас всех стращал какими-то жуткими историями что вот сегодня вы придете у вас дома никого-то нет все умерли или проснетесь рядом кого-то нет и так далее при этом через несколько буквально абзацев через несколько реплик он заявлял что учителя не волнуйтесь никто из вас не умрет и это совершенно бессмысленное с точки зрения английского и русского и какого язык угодно языка фраза что мы запрем вирус но не будем запирать страну как это вообще должно выглядеть я если честно не понимаю а если понимаю то у меня ассоциация только с губернатором кома и с тем как он запирал вирус в нью-йорке и и это точно не то чего всем бы нам хотелось поэтому здесь со стороны трампа это вполне нормальное желание продолжать обычную жизнь как можно скорее к ней вернуться и указание на то к чему привели локдауны и деяния фрау гретхена в мичигане при этом как напомнил трамп на ее мужа эти ограничения как-то не особенно распространились только на граждан ну вот а байден только стращал пугал и из его слов вы хотя напрямую он опять этого не сказал но очевидно что придут демократы до со временем они себя объявят победителями но то что вселенский локдаун и намордники в обязательном порядке боюсь что это вам и потом и нам обеспечено до нас тоже обязательно дойдет и не сомневаюсь случае победы байдена ну и конечно да раз учителей помянул то что байден собирается тратить несусветные деньги на практически перестрой перестройку всех школьных зданий ну подумайте сами кто на этом наживется все те компании которые демократам будут выгодны и сколько денег будет потрачено на то что ну рано или поздно и так и так сойдет на нет но полная перестройка практически всех школьных зданий байден на это нацеливается чтобы было удобнее мозги промывать в маленьких помещениях с меньшим количеством детей и так далее ну естественно это будет удобно да я знаю что иногда это помогает в образовательном процессе но я не уверен что байден преследует эти цели так что здесь конечно же планы его устрашающие как впрочем во всем остальном а если другие моменты ну я все конечно не буду комментировать дебаты но то что на что я бы обратил внимание это когда речь шла о международных ситуации наконец-то трамп четко развернул ситуацию и напомнил что голосящие о том что якобы трамп агент путина демократы в общем то допустили то что часть украины заметьте трамп это и назвал частью украины там была реплика должна быть частью украины так вот была отхапана россии и никто ничего не сделал с этим но и то что жена лужкова это пара вообще известная своей коррупции что получал байден получал от них деньги но лужкова там с путиным были конечно сложные отношения то они были друзьями то не очень то не пойми кем но тем не менее то что такие суммы переводить на запад без ведома путина лужков не мог а его жена тоже я думаю это в общем то понятно и здесь трамп конечно же прав но байден был верен себе потому что он опять выдал замечательное в кавычках замечательное противоречие так как обвиняя трампа в том что тот легитимизирует режим северной кореи что было бы кстати возможно и разумным упреком но байден тут же начинает говорить о том что надо заставить китай играть по правилам то есть практически речь о том что китайский режим который тоже вполне себе коммунистический и вполне себе террористический по отношению к своим же гражданам его значит легитимизировать можно потому что у демократов там финансовые интересы да а северную корею нельзя так что извините это даже не противоречия а совершенно безусловные двойные стандарты в их худшем подтверждении ну байден нам опять про все это напомнил что касается вопросов экономических и связанных с ними проблемах естественно глобального потепления изменения климата здесь трамп тоже байдена загнал в ловушку потому что во первых трамп напомнил что выход из парижских соглашений и постепенно хоть какое-то освобождение от госрегулирования на самом деле привело к тому что в америке экологическая ситуация это улучшилось это не только трамп так говорит ряд материалов на эту тему имеется и напрямую в общем-то поинтересовался у байдена как быть с фрекингом да соответствующей добычей ископаемых горючих материалов и будет ли вообще отказ от нефтегазодобывающей промышленности тут байден завертелся как уш на сковородке и толком как обычно ничего не ответил но что да он на самом деле фрекинг не отрицает и так далее но то что от нефтегазовой промышленности то он явно отказываться будет это так или иначе прозвучало там туманная реплика переходный период но мы все это понимаем и граждане которые работают в нефтегазовой промышленности в общем вполне могут понимать что им демократу уже уготовили вполне определенную дорогу а именно к безработице и хорошо что трамп об этом напомнил я кстати здесь немного отвлекусь но поймете почему я имею думаю на это некоторое право на прошлой же неделе появился ряд выкладок консервативных экономистов по экономическому плану Байдена так называемому и конечно же результаты довольно таки безрадостные так как пресловутое повышение минимальной зарплаты оно будет означать огромное количество потери рабочих мест прежде всего в сфере развлечения общепита в гостиничном бизнесе где необходимы какие-то минимальные такие профессии должности с минимальной оплатой они будут люди уволены и естественно от этого пострадают прежде всего женщины кстати говоря потому что на такую работу очень часто идут женщины ну по тем либо как подработка либо еще что-то по целому ряду причин и меньшинство потому что для многих ну и молодые люди кстати для многих такие должности как ну пафосно прозвучит должность но рабочие места если угодно это первый шаг к чему-то другому а так они будут и возможности просто-напросто лишены но никто из работодателей не захочет платить эти деньги потому что это будет просто-напросто невыгодно налоги вырастут предпорядка за 10 лет если пойдет программа Байдена реализовываться где-то на 4 триллиона долларов это поверьте мне солидные суммы вы сами можете догадаться налоги на малый бизнес тоже вырастут где-то порядка с 23 до 28 где-то процентов и естественно все это будет означать то что будет расти будут расти цены и будут расти расходы граждан если за время Трампа доходы повысились то за время Байдена если судить по его плану все пойдет в обратную сторону ну и плюс его тесная связь с профсоюзами будет означать скорее всего то что это так называемые законы права на работу когда человек может работать не вступая в профсоюз они в ряде штатов существуют они будут вытесняться и членство в профсоюзе станет принудительным может не сразу но постепенно это будет означать что естественно членство в профсоюзе это взносы что профсоюзы будут богатеть еще больше а вот гражданам от этого придется конечно же не сладко потому что раскошеливаться придется всем вам тем кто так или иначе будет работать и вступать в профсоюз не захочет а заставит ну вот такие вот выкладки были сделаны и Трамп указал только на некоторые проблемы экономики Байдена или Байденомики ну спасибо что и это сделал более того даже на заявление Байдена о том что все мы умрем от глобального потепления и так далее отреагировали даже мои любимые датчане которые и говорят партия новое правое они Байдена недолюбливают но стараются все-таки так сдерживаться однако Петер Зейр Кристенсен один из лидеров партии он после дебатов просто написал на своей странице давайте признаем Джо Байдена лжец и то что он говорит это приведет к потере рабочих мест и все это откровенное вранье так далее иммиграция это снова катастрофа потому что Байден открытым текстом говорит что он Америку будет разваливать и менять изнутри ибо амнистия для нелегалов и тот самый путь гражданства это ну еще раз говорю катастрофа в прямом смысле этого слова вливание такого огромного количества людей совершенно других взглядов совершенно других позиций идеологии чего угодно будет означать как конфликты внутри страны так и опять превращение постепенно на Америке в однопартийное государство понятно за кого все они будут голосовать невольно вспоминается что когда-то демократы на самом деле изо всех сил пытались сопротивляться каким-то иммиграционным инновациям и тогда консерваторы их поддерживали несмотря на партийную принадлежность но нынешние демпартии я вот не вижу конгрессмена Уолтера например который был звездой консерваторов будь хоть и демократ в этом плане или сенатора маккарона который тоже изо всех сил пытался противостоять приливу граждан из тех стран которые Америке точно не нужны ну вот нынешние демократы точно это препятствовать этому не будут и байден нам это открытым текстом рассказал и все то что трамп напомнил о том что граница хоть как-то укрепляется и что при нем ну не так как нам бы хотелось хоть какие-то меры были приняты это хорошо но здесь байден конечно давит на эмоции и истерики разделение детей с родителями и так далее и тому подобное напрочь игнорируя то что ну кто этих детей проводит мы действительно не знаем но звучит хорошо ничего не могу сказать хотя повторяю здесь у трампа факт а у байдена эмоции ну и последнее да наверное что бы я хотел сказать комментируя дебаты это часть расовую мне вот пожалуй это единственный момент где трамп слишком ушел в защиту на мой взгляд потому что все вот это вот попытки байдена и трампа доказать кто более жесток по отношению к преступникам но это не очень хорошо трампу все-таки себя да я понимаю что надо пытаться заполучить черные голоса благо поддержка трампа кстати растет но я все же думаю что самим черным и латиноамериканцем кстати поддерживающим трампа лучше видеть республиканского кандидата кандидатам законы и порядка а не кандидата амнистии и каких-то там туманных реформ которые я все-таки считаю себя не оправдали с точки зрения закона и порядка опять но по крайней мере трамп здесь отдадим ему должное четко писал что из себя представляет BLM Black Lives Matter что это абсолютно группа объединенные ненавистью ну а байден опять запел о системном расизме который как я не устаю вам напоминать само понятие введено чернокожим антисемитом и антисемитом да весьма весьма серьезным Кармайклом он же Квами Тура и о том что припомнил эту пятерку из центрального парка которую теперь модно считать невиновной хотя были они конечно же виноватыми и в общем опять себя показал человеком который выпустит уйму преступников став президентом и которому борьба с преступностью как-то совершенно неинтересно а вот пафосные реплики о расизме и всего что с этим всем что с этим связано вот для него это понятно то есть подводя итог как я уже сказал у Трампа факты реальные достижения у Байдена эмоции на кого отреагирует лучше американцы узнаем совсем скоро увы эмоции часто берут вверх но это тот случай когда за эмоциями стоит то о чем я вам в общем-то рассказал серьезные экономические проблемы разрушение Америки изнутри коррупция и полный набор удовольствий которые демократы с собой неизбежно принесут что из себя дадут 4 года Трампа мы не можем конечно же знать но то что по крайней мере они не дадут того что я только что описал ну в этом я все-таки считаю мы можем более-менее быть уверенными поэтому времени мало и я-то уверен что вы свои выводы сделали но депутаты полагаю лишний раз подтвердили что ваши выводы в основном правильные я же здесь умолкаю если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово я хотел бы вернуться к цитате из Джо Байдена это как раз тот редкий случай когда профессиональный лжец сказал что-то правдивое мы создали я думаю сказал Байден самую большую инклюзивную организацию по мошенничеству на выборах в истории американской политики я хочу чтобы это услышали все и так сказать те кто голосует за республиканцев и мои либеральные друзья которые все время утверждают что фальсификация выборов это теория заговора еще раз мы создали я думаю сказал Байден самую большую инклюзивную организацию по мошенничеству на выборах в истории американской политики вы уже об этом упоминали мне просто хотелось к этому вернуться теперь что касается перестройки школ речь не идет о заботе о школьниках о детях о системе образования в данном конкретном случае речь идет о профсоюзах школьных учителей одна из мощнейших лоббистских организаций которые обеспечивают финансирование демократической партии то есть меньше классы больше учителей больше учителей больше членских взносов профсоюзом это все что их беспокоит вот в этой в этой теме профсоюз усилить усилить профсоюз накачать его деньгами с тем чтобы они обеспечивали выборы демократов все период и как заметила Вайнгард по моему ее фамилия когда я задали вопрос а почему же вы где у вас интересы школьников на что она ответила вот когда школьники будут платить мне членские взносы тогда я буду представлять их интересы на сегодняшний день так сказать меня больше интересует и вообще исключительно интересуют другие интересы вот так хорошо давайте сделаем перерыв прервемся на несколько минут послушаем рекламное объявление после чего вернемся обязательно продолжим если будут вопросы от радиослушателей пожалуйста звоните 847-400-5200 Иван постарается ответить на ваши вопросы напомню в эфире программа час Ивана Денисова и продолжим ну а теперь о предстоящих а собственно идущих выборах кстати я позавчера проголосовал сходил не просто холодно очередь но тем не менее давайте давайте прием сначала звонки а потом вернемся к теме выборов добрый день пожалуйста вы в эфире здравствуйте Сергей здравствуйте Иван спасибо большое за вашу передачу Иван не согласитесь ли вы что в таком формате как дебаты когда задается какой-то сакраментальный вопрос а ответ а времени на ответ дается 3 минуты невозможно говорить по существу и главное не то что что говорят кандидаты а как они это делают спасибо большое спасибо вам и да и нет с одной стороны подача материала конечно же важна с другой стороны ограничения во времени они на самом деле помогают потому что надо сказать именно самое главное а вот у кого главное это действительно факты идеи а у кого просто эмоции это уже другой вопрос и следующий звонок добрый день пожалуйста филип здравствуйте 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 вот последние дни наш президент трамп усилил свое выступление ключевых штатах где по опросам фейк-ньюс он отстает от байдена на несколько поинтов вот и вместе с тем вот трамп собирает тысячи людей а байден если он не вышел из своего подвалу он собирает не более 100 человек и меня это радует с одной стороны потому что вот мы вчера наблюдали у нас в городе Нью-Йорке люди вышли с орали этот орали возглавил наш джулиане и чуяще под названием чуяще по трампу это все очень приятно и радостно хотя и с той стороны тоже забрасывали выступающих за трампа яйцами и помидорами вот а вот я вспомнил прошлый год Сандерс тоже летел на данный на данный момент вот и вместе с тем Байден тут еле-еле собирал и тогда не более 100 человек и в итоге он оказался первым и вот как Сережа отметил словами Байдена о том что мы создали такую коррумпированную систему на выборах что мы можем легко намекнуть о том что они могут демократы выиграть по-любому как вы думаете сможет ли смогут ли республикан как-то противостоять этому спасибо спасибо но на самом деле вы нашу вторую тему обозначили и я тогда если нет больше звонков я наверное к ней уже перейду да потому что она я думаю на ваши вопросы ответит я как нарушение выборов они к сожалению неизбежны я просто надеюсь что удастся их отследить что касается опросов то да мы все привыкли что байден побеждает байден обходит трампа и так далее и тому подобное но знаете есть я рекомендую вам более я не буду вам давать подробно все их выкладки поищите все таки сами время мне не позволит есть такая полстерская компания называется Trafalgar Group ну может вы видели у Роберт Кеннелли он у Хеннити был совсем недавно и если видели то я наверное немного повторюсь ну если не видели то вкратце обозначу его взгляды канале Trafalgar Group они в шестнадцатом году когда то же самое все пророчили победу Хилари Клинтон и все указывало действительно на ее победу они тем не менее предрекли победу Доналду Трампу и вы помните чем все закончилось сейчас канале считает что ситуация так или иначе повторится и по оценкам его группы его компании Трамп необходимые двести семьдесят голосов коллегий выборщиков набирает и более того ряд штатов где там спорное положение он себе оставит Джорджию Флориду и возможно переломит еще несколько в том числе в том числе Пенсильвания насколько я помню упоминалось интересно какие доводы канале приводит во первых он говорит что сейчас сложилась такая ситуация что над всеми практически опросами давлеет ну такое как бы нам это с вами назвать давление социального одобрения давайте назовем это так то есть когда человек отвечает на вопрос не так как он считает нужным а так как от него этого ждут по принципу не дай бог узнают друзья соседи на работе и мало ли чем все это закончится мне конечно очень не нравится то что в Америке которая страна свободная вот этот самый принцип так называемого социального одобрения он стал играть такую большую роль но он действительно есть и полагаю вы со мной согласитесь что это важный фактор далее как пишет как и говорит канале люди которые голосуют за трампа это обычно люди которые работают а опросы они достаточно длинные то есть там не просто вы за трампа или нет а порядка двадцати двадцати пяти вопросов и если вам идти на работу если вы даже работаете из дома если вам возиться с детьми семьей и так далее то ну будете вы отвечать подробно на вопросы нет вы постараетесь от полстера поскорее отделаться тоже сказать ему все что вам придет на ум чтобы ему что ему хочет услышать лишь бы уже отстал это тоже играет на роль на руку байдена далее про сторонники трампа они обычно люди достаточно заняты и поэтому не разговорчивы и в принципе не очень любят распространяться о своих пристрастиях даже уже вне зависимости от своей об этом от этого самого социального одобрения тогда как демократы балаболы те еще и они возможности поговорить о том как они не любят трампа и как они обожают Джо Байдена никогда не упустят и таким образом это тоже играет на то что в ряде опросов Байден выигрывает следующий момент это экономика то что по мнению канале сейчас такой эффект пропавшего шоколада есть то есть вот был экономический рост экономический подъем то есть у людей был в переносном смысле этот шоколад а сейчас его отобрали из-за эпидемии и так далее но людям понравилось шоколад штука вкусная они хотят чтобы его им вернули и Трамп это человек который им шоколад вернет значит скорее всего они будут голосовать за него далее есть очень большая вероятность по данным все той же Trafalgar Group что люди которые вообще не голосуют или голосуют там один-два раза там по-моему приводятся данные с девяносто второго по две тысячи восемнадцатый год что они собираются голосовать и собираются голосовать именно за Трампа но так как они вроде бы выпадают из этой системы выборной то они в вопросах обычно не участвуют вообще то есть так сказать скрытые голосования да hidden vote то есть вот сочетание всех этих принципов то что избиратели Трампа не очень общаются с полстерами какие-то опасаются высказывать свои взгляды какие-то кто не в принципе интересуется политикой но хочет вернуть нормальную экономику они проявят себя вот все это и должно в конце концов сыграть на руку президенту и кстати говоря во многом еще и на руку республиканцам в на выборах в конгресс что кстати тоже важно потому что мы все конечно же сосредоточены на победе президента но сенатское большинство демократов очень сильно все дело испортит в этом я думаю в этом вы тоже понимаете и надо его во что бы то ни стало сохранить и хоть что-то делать с палатой представителей уже но вот канале считает что все-таки у республиканцев шансы хорошие насколько его прогнозы подтвердятся мы узнаем скорее очень скоро естественно что либеральные мейнстримные средства массовой информации воротят нос да и многие консерваторы ну мягко говоря с опаской все-таки относятся к его прогнозам но с другой стороны если у человека получилось один раз точно вычислить результаты выборов идя против всех ну давайте надеяться что его расчеты оправдаются и на этот раз и то о чем говорил уважаемый слушатель что как получается так что на митингах трампа тысячи а на митингах байдена десятки а то и даже когда обама туда приходит ну сотни я даже не видел я десятки видел то вот возможно эта теория канале теория трафалгер групп она оправдается я к сожалению не могу вам ничего гарантировать естественно а если бы мог то меня бы опять заподозрили влияние на выборы но просто скажу что давайте пусть молния попадет в дерево еще один раз и анализ трафалгер групп опять себя оправдает в конце концов я считаю доводы у него достаточно серьезные достаточно основательные здесь я пожалуй прервусь потому что мне бы еще хотелось на любимую тему о судьях поговорить но если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово да по поводу пенсильвании это довольно серьезно если трамп проигрывает пенсильванию то байден набирает 279 голосов такие прогнозы пенсильвания традиционно такой жульнический штат в котором традиционно фальсифицируют выборы ньют гингридж сегодня сказал что ну как бы варианты разложил если трамп побеждает с значительным отрывом то есть однозначная победа то все в порядке но если трамп побеждает с небольшим отрывом то пенсильвания сфальсифицирует выборы потому что в случае такой безоговорочной победы трампа никто не захочет пойти в тюрьму а вот если так сказать колеблется то там сфальсифицируют выборы напишут столько бюллетеней сколько надо именно поэтому трамп сегодня по-моему там трижды останавливается в пенсильвании в разных городах и проводит свои ралли есть такая угроза существует и она не при этом в пенсильвании извините эту встряну там во первых трампу есть на что нажимать потому что пенсильвания теряет очень много рабочих мест в случае победы демократов и в случае уже действий нынешнего губернатора кстати он демократ но в пенсильвании уже себя показал с хорошей стороны там назначенный трампом судья вы помните отменил локдаун поэтому на суде конечно некоторые надежды есть но все таки она слабая поэтому опыт у демократов богатый вбросить в последний момент вдруг что-то там бюллетени и так далее и действительно это пенсильванию может стать очень опасным местом ну давайте теперь перейдем к судьям да моя любимая тема вы знаете что сенат юридический комитет прошу прощения сената уже принял да оправдал хорошая оговорка уже одобрил кандидатуру судьи Барретт при этом при игнорировании демократов что ну вообще-то безобразие и сегодня должно состояться ее утверждение при этом демократы уже стараются добиться того чтобы пенса не было якобы он заразный или там еще что-то хотя пенс там уже сдал по моему больше анализов чем может сдать нормальный человек и все у него негативное но тем не менее демократы естественно боятся его присутствие так как вдруг дело дойдет до какого-то решающего голосования и пенс тогда им все испортит но тем не менее будем надеяться что утверждение состоится а знаете бывает читаешь какую-то книгу вроде бы без особых намерений ее использовать в своей передаче но выясняется что в книге очень много параллелей с днем сегодняшним вот я воспользуюсь этим потому как совсем недавно прочитал биографию Милвилла Фуллера это был председатель Верховного суда с 1888 года по 1910 и параллелей очень много с сегодняшним днем я в его истории обнаружил поэтому с вами и поделюсь и с назначением судьи Барретт и с тем что в наилучшем варианте утверждения судьи мы с вами будем наблюдать в ближайшие годы так вот судья Фуллер был назначен председателем за несколько месяцев до выборов да очень знакомая ситуация при этом его назначал губерна прошу прощения президент демократический это Гровер Кливленд но Кливленд был хоть и демократом но наверное последним достойным демократом последним консервативным демократом и у него была довольно сильная поддержка и республиканцев при этом конгресс был республиканский кстати сказать Фуллер человек тоже был по молодости да и долгие годы он только к концу века разорвал связи с партией когда там стали происходить процессы которые ему не нравились был демократом демократом тоже консервативным который считал что правительственное вмешательство должно быть сведено к минимуму и поэтому в общем и целом его кандидатура была ну достаточно приемлемая как для республиканцев так и для консервативных демократов но естественно что когда перед выборами президент демократ выдвигает кандидатуру судьи для утверждения то партия которая представляет большинство в конгрессе она не может просто так это принять это понимали все и тогдашний глава комитета юридического в сенате сената который сам кстати нацеливался на эту должность там да такую позволю себе короткое тоже отступление достаточно забавная была ситуация очень много кандидатов рассматривалось и до последнего основным считался судья верховного суда Иллинойса Джон Шолфилд вдруг отказался ко всеобщему удивлению потом выяснилось что Шолфилд очень любил свою жену а жена его была женщиной такой типичных западных привычек простой в обращении и вообще не считала например что обувь только для зимы а летом по ситуации и менять свои привычки не собиралась и в общем Шолфилд понял что в Вашингтоне им придется тяжело и ради своей жены отказался вот да бывает и такое ну вот и много было повторяю кандидатов однако когда стал Фуллер то Эдмундс пытался ему противостоять но заметить тоже разницу тогдашнего дня и дня сегодняшнего тем не менее когда республиканцы оценили ситуацию то они поняли что перед выборами попытка блокировать Фуллера сыграет против них и вот почему на тот момент республиканцев было большинство республиканцы после гражданской войны естественно преобладали во власти и большинство судей тоже было назначено республикански и таким образом возможность заблокировать судью демократа она бы точно вызвала негодование у независимых потому что независимые избиратели считали что нужен какой-то баланс и что президент демократ имеет полное право добавить судей чтобы разбавить республиканских при этом заметьте тогда судей были конечно не такими как сейчас и такого раскола на оригиналистов и активистов конечно же не было и столкнувшись этой ситуации республиканцы там еще какое-то время поторговались в сенате на радость демократам но в конце концов фуллер был утвержден и став председателем фуллер продолжил свою консервативную политику хотя был абсолютно далек от всего партийного но заметьте три дела важных на которые я бы ваше внимание обратил они оказались достаточно так скажем на перспективу серьезными и к ним мы возвращаемся и по сей день в той или иной форме но во первых там было два дела с длинными названиями я не буду их говорить они решались в девяносто пятом году тогда верховный суд запретил подоходный налог и там была очень сложная конечно же юридическая аргументация но главное что сделал фуллер это то что он указал на то что через закон и тем более через решение суда такие вещи они решаться не должны потому что они не соответствуют конституции и таким образом суд не может на себя брать роль переписывателя конституции и можно это сделать только через поправку можно конечно посетовать что он дал плохую идею потому что вы знаете потом эта поправка была действительно принята и поэтому по сей день подоходный налог и существует но самое главное фуллер дал всем урок того что суд не может конституцию переписывать а это должны делать соответственно в конгрессе и то даже не через закон а через поправки и кстати если вы найдете некоторые мнения там по этим делам их было два повторяю то судья Филд Стивен Филд такой весьма колоритный персонаж он в одном из своих решений написал что то что мы видим сейчас это и есть атака на капитал это первая атака и если мы ее не остановим то очень скоро политические конфликты в нашей стране превратятся в атаку бедных на богатых что неизбежно закончится общим моральным упадком и декадансом в нашей стране 1895 год леди и джентльмены как видите судья филд совершенно точно предсказал что бывает когда начинается борьба с людьми которые зарабатывают себе на жизнь к сожалению он услышан не был не фуллер да но судья из суда фуллера и два дела связанные с проблемами эмиграции так или иначе там в названии очень мутные имена азиатские поэтому не сащите за расизм если я их перевру ян по моему против соединенных штатов или первое и второе это вонки марк против соединенных штатов что интересно фуллер там занимал разные позиции но что касается вот первого дела где фон и далее не буду уже ломать имя человека было принято решение что решение о том кого в стране держать а кого из страны извините выкидывать это абсолютно прерогатива исполнительной власти и таким образом какие-то определенные дополнительные законы действовать не могут исполнительная власть решает кого в стране должен быть кого в стране быть не должно фуллер с этим не согласился кстати однако большинство в данном случае приняло именно такое решение что касается вонки марк дело то здесь 98 год то здесь фуллер тоже уже оказался тоже в меньшинстве но здесь правота была на его стороне и более того это решение многих тогда удивило почему вдруг большинство проголосовало за а смысл его был как раз в том что люди дети рожденные иностранных граждан в соединенных штатах при этом граждан которые там давно проживают и все такое должны ли они считаться гражданами сша судья миллер из того же судья фуллера неоднократно говорил что 14 поправка не распространяется на таких детей судья фуллер придерживался мнения что во первых опять это 14 поправка имеет в виду совсем другое а во вторых что люди которые представляют абсолютно чужую культуру чьи родители связаны совершенно другой страной чьи родители связаны совершенно с другими какими-то узами лояльности с другими идеалами с другим образом правления и так далее они Америке точно не нужны и таким образом считать их гражданами точно не стоит повторяю на тот момент судья фуллерова оказался в меньшинстве но его решение сегодня должно быть с нами и мы должны его помнить кстати тогда юморист Финли Питтердан прокомментировал это решение словами а что если моя кошка родит в печке то ее детей я должен считать пирожками а не котятами вот а что касается судья Барретт я очень надеюсь что ее утвердят и что вот эти вот три дела даже не только как вы видите решение фуллера других судей вроде филда что они будут во многом и для нее принципиальными и что атака на американский бизнес со стороны правительства до кого угодно она верховным судом будет останавливаться и тормозиться и что решение об иммиграции они будут приниматься соответственно конституции и что все таки рано или поздно эту химеру которая была уже потом окончательно возведена в ранг закона насчет рождения права гражданства по месту рождения что она тоже будет остановлена хотя если Джо Байден победит то увы все это останутся только наши мечты но я бы не хотел все таки на мрачной ноте заканчивать поэтому давайте надеемся что и сегодня утверждение судеба состоится и через неделю да уже через неделю все будет так как надо ну а я здесь умолкну если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово спасибо огромное Иван к сожалению времени больше не осталось и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи до встречи до встречи